Приступить к допуску бригады по наряду допуска номер один. В соревнованиях «Брянск Энерго» участвовали бригады по эксплуатации распределительных сетей филиала. Всего 27 команд из всех районов электрических сетей предприятия. Целью данных соревнований является обучение, обмен опытом, а также отработка навыков работы для бесперебойного обеспечения жителей нашей области. В каждой команде 4 человека. Мастер, производители, два члена бригады. Они демонстрируют профессиональные навыки при прохождении четырех этапов, проверка знаний действующих правил инструкции норм, оказание пострадавшему первой доврачебной помощи с использованием манекена-тренажера «Гоша», замена поддерживающей изоляционной подвески и замена проходного изолятора. Отдельной подготовки у команд как таковой не было, говорит заместитель главного инженера. То, что энергетики выполняют на соревнованиях их повседневная работа. В результате состязаний лучшей стала команда Унечского РЭС. На втором – бригада Мглинского РЭС, на третьем – Камарического. Все выступили хорошо, ровно. Соревнования проходили на современном полигоне Брянской НЭР, который мы построили в прошлом году. Сегодня мы подвели итоги, есть победители. Это хороший положительный опыт, который позволяет людям объединяться опытом, повысить свое профессиональное мастерство. Считаем, что соревнования были успешными. Члены жюри отметили высокий уровень подготовки и сплоченность всех команд. Победители наградили ценными подарками, а бригада из Унеча получила ключи от нового бригадного автомобиля. Ожидали победу, мы к победе готовились. Спасибо команде за сплоченность, за подготовку. В принципе, к чему шли, того и достигли. Но желания было больше, чем у остальных, я думаю. Поэтому победили. Теперь команда-победитель будет представлять наш регион в Липецке на соревнованиях МРСК-центра и МРСК-центра и Приволжья, которые пройдут в июне этого года. Александр Карпенков, Екатерина Пормон, Игорь Винничук. События Брянск.